продолжается программа мужской понедельник добрый день еще раз вас приветствует ведущие передачи николай голиков и владимир сметанин вот темы ну как я хотел сказать что мы отходим от темы благоустройства нет мы ее продолжаем продолжаем получаем да никуда из нашего города не уходим и продолжаем говорить о том стоер фест на вятке подводим сегодня в итоге если вы так и хотел бы уточнить по моему итоге все-таки не фестивале а скажем первого сезона проект да когда я услышал где-то не знаю на как раз выяснил подводят в итоге проекта думаю как только начали такое хорошее дело уже все если для вас снова это определение том с оверфест и так далее мы сейчас все подробно расскажем следите пожалуйста мария русинова координатор проекта том с оверфест навятки учитель иностранного языка школы номер двадцать семь мария добрый день добрый день а иностранного это какого английский английский english или на кустова руководитель проекта том свое фест навятки тоже руководитель доктор исторических наук профессора кафедры истории политических наук вид гаун добрый день добрый день добрый день почему именно вы хочется спросить вот решили поучаствовать этом проекте что вами двигала как вы оказались вообще в обоими в данном случае Ну, для меня, по крайней мере, это... Вы историк, это понятно. Я 20 лет смотрю на то, как уничтожается наш город, и это вызывает во мне огромную боль. Я, в принципе, конечно, не организатор по своим свойствам. Я человек, который писал много лет книги. Вот не так давно у меня была защита новой работы. И здесь, конечно, вот... Работа на тему? Ну, я занимаюсь по монастырям 17-18 веков. Эта тема немножко далёкая, конечно. Вятка? Это Вятка, Пермь, да. Ну, вот, когда освободилось время, я поняла, что надо что-то делать. Вот уже в прошлом году у нас был момент, когда должны были снести два уникальных дома в нашем городе. Это два дома Леведевых на улице Дериндяева. Они уникальны своими наличниками. Аналогичных уже... Вот недалеко, как раз. Это не прорезная резьба, которую мы обычно видим на домах. Между молодой гвардией и Герценом. Да, да, да. А именно такая объёмная, когда вырезали иконостасы. Последние два дома в городе хотели уничтожить. И вот тогда, когда уже принято было решение на всех уровнях, вот что-то же во мне... Я поняла, что уже никуда нельзя отступать, надо что-то действовать, да. И вот я тогда два месяца сидела в архиве. Я сумела всё-таки доказать, что это памятник культуры, что надо его сохранить. И вот это, наверное, стало для меня таким первым толчком, что вот какое-то не просто говорение, да, обсуждение проблемы, что как всё плохо, но именно что-то удалось спасти реально. И уже в этом году, вот в марте, я узнала о том, что есть такая школа, томасессорию феста в Самаре. Именно самарцы организовали этот фестиваль, когда добровольцы на средства спонсоров пытаются что-то восстановить своими руками. Я как раз предложила Марии. Мария сказала, ну, это, конечно, авантюр, но поедем... А вы подруги по жизни, для понимания? Мы... Нас связывает один клуб «Мир», есть такое хорошее место в городе. Вы историко-треореческий клуб «Мир», да, 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 да. И вот как раз мы были знакомы. Крылова Людмила возглавляет. Она самая, она самая, поэтому Маша сказала, ну, поехали, посмотрим. И, конечно, вот этот энтузиазм ребят, которые приехали из разных городов, они нас, наверное, тоже заразили. Вот Мария, наверное, расскажет своё ощущение от этого всего. Но, по крайней мере, мы приехали, я говорю, ну, давай попробуем. Попробовать, как говорится, с нас тут не спросят много. И вот мы попробовали, и, конечно, было тяжело, сложно пять месяцев работать, немножко заниматься не своей работой, да, вот, к которой мы привыкли. Но, тем не менее, я думаю, что у нас получилось. — То вся работа была в свободной, вот, основной деятельности время, да? — Ну, порой, знаете, я тут посчитала, сколько так, я провела времени на стройке, да, это оказалось около 400 часов, фактически, это вот моя нагрузка. — Это чистая вода волонтёрства, да, можно сказать? — Это да, то есть нас, как бы, никто не оплачивает. Это вот я всё свободное время занимаюсь именно этим проектом. — Мария, как вы, с каким настроением откликнулись на предложение? — Как вам, Самара? — Ну, я, как настоящий вятский горожанин, в первую очередь, да, вовлеклась в этот проект, так скажем. Ну, и, как Лена правильно сказала, это была авантюра, просто абсолютная авантюра. Авантюру я люблю. Мне нравятся невыполнимые задачи, поэтому я решила участвовать. Ну, а краеведением уже, ну, наверное, лет 20. Я связана с историкой краеведческим клубом «Мир», и краеведение мне очень близко, история родного города и края, поэтому мы не могли не участвовать в этом проекте, потому что, как я говорю, везде вятские ребята, хватские, и у нас на вятке свои порядки, да, соответственно, это нужно было показать всем. — Давайте вкратце напомним, мы говорили об этом неоднократно в нашем эфире, про это вот движение, Том Сойер-фест, которое зародилось в Самаре, да, как мы уже упомянули. Ну, давайте в двух словах. Что это такое? Мария? — Это фестиваль. — Я, честно говоря, не помню, почему именно в честь вот этого героя Том Сойера названо. — Ну, это в первой главе, в первой главе книги «Приключения Тома Сойера» он красит забор. И он красит забор как? Не сам он красит, он привлекает народ. За это народ, за то, что он красит его забор, дает ему яблоки, там, еще что-то. То есть вот и получается, что он... — Он на этом, мягко говоря, зарабатывает. — Интересная форма. — Нет, он зарабатывает, это такие волонтеры, да, получается, его друзья, которые просто так ему покрасили забор и еще что-то дали за это. — Еще за это что-то дали. — Я помню, да, мы говорили с ребятами, в том числе и из Самары, у них там тоже ситуация, ну, оставляют желать лучшего вот с этим, с историческими зданиями. Ну, вот, да, такое родилось. И, ну, называется это фестиваль восстановления исторической среды, да, то есть это не просто какие-то красятся домики, ремонтируются, а воссоздается именно среда вот в Самаре, там, ну, нельзя сказать квартал, например, но стоят рядом три дома, которые они постепенно ремонтировали, и вот они воссоздают кварталы и воссоздают улицы. — Там тоже, насколько помню, ситуация-то похожа, то есть город от реки, да, и у них тоже ближе к реке это все? — Ну, нет, у них достаточно большой город по сравнению, но набережная и река имеют большое значение для города. — И рек там все-таки две довольно крупных, помимо Волги, там еще Самарка не маленькая, такая речка вполне. — И вот, собственно, проект «Омсоверфест» из такого локального стал распространяться на Россию. — Ну, 27 городов нынче участвует. — Да, 27 городов, межрегиональный проект, да. — Как мы попали, как мы там очутились? — Ну, вот мы узнали об этом проекте как раз вот через интернет, о том, что проводится школа, и таким образом поехали просто уже вживую это увидеть. Вот так вот мы узнали. — Это когда было, в какое время года? — Это было в марте. — В марте? — В марте 18-го года. То есть, конечно, нет, мы знали еще, конечно, в предыдущем году о том, что есть такой проект, но дело в том, что у нас есть хорошие очень парни-урбанисты в нашем городе, мы это знаем. — Есть, слава богу. — Есть. И вот они ездили в предыдущий год, в 17-м году, и мы очень ждали, что они приедут, такие все воодушевленные, и организуют проект, а мы к нему присоединимся. Все-таки, знаете, проект мужской, скажем, скажем. Особенно там нужны те, кто имеет образование в строителе. — Ну, плюс мужская работа. — И мужская работа. — И вообще, знаете, вот есть авторитет мужчины, да, который на стройке. Это все-таки особый авторитет. Вот мне тут было немножко тяжеловато, когда мы руководить мужчинами, да, вот все-таки тут... — Который в двух словах объяснит всю концепцию работы. — Иногда и в одном. — Все поймут. — Да, она и в одном. — Но, к сожалению, наши хорошие парни, они, правда, очень много чего делают, да, но вот они не решились на этот проект, и тогда уже мы решились, Маша, ну, попробуем тогда уже женскими силами немощными как-то этот проект поднять. — А объект выбирали вы тоже сами? — Да, сейчас про объект отдельно. — Да, объект мы выбирали сами, это тут была некая свобода действий, но сразу скажу, что практически все эти объекты, которые есть в фестивале, во всех городах, они деревянные или полукаменные. С деревом работать гораздо проще, то есть если это дерево там не гнилое, то есть надо лишь привести в порядок внешний вид, здесь особых проблем не возникает. Ну, как нам сказали, что, в принципе, и каменные тоже, наверное, можно сделать, поскольку там, ну, сейчас я объясню, почему там, да, почему мы не взяли из дерева. Дело в том, что у нас в городе осталось вообще очень мало деревянных домов. Вот я посчитала там с резьбой, которая интересная, да, это домов 10. Скажу сразу до примера. — Ну, время нещадно, да. — Несчадно, и мы совершенно не бережем то, что осталось. То есть они все как бы находятся на вот каком-то состоянии таком, что вот или аварийное, или около того. Это очень мало для других городов. Возьмите тоже Томск, у них там около 3000 таких домов. То есть это совсем не сопоставимые цифры. И вот даже то мало, что есть, оно, к сожалению, умирает. И вот решили тогда еще до нас их сделать выявленным памятником культуры. Но возникает дилемма. На эти дома не выделяются деньги, потому что их сразу же вычеркивают из фонда КАП ремонта. — Да, там по закону нельзя, да. — У, значит, жителей нету на это денег, потому что это миллионные сметы. Это памятник культуры, да, и в итоге он обращен на умирание. Но, с другой стороны, его нельзя снести. Вот это вот, конечно, казус, который вот на уровне закона мы пока решить никак не можем. Вот, правда, был один домик, вот мы его планируем, может быть, на будущий год. Ну, мы, к сожалению, там не сумели связаться с владельцами этого дома, поэтому этот вариант тоже был... — А этот момент обязательный, да? — Да, потому что если здесь жильцы не скажут «да», то здесь как бы не имеет смысла даже связываться с этим домом, потому что должно быть именно взаимодействие. — Озвучите, пожалуйста, адрес, что за домом. — Ну, это дом МОПРО-19Б. Вот мы сейчас вышли, наконец-то, на владельцев. Я надеюсь, что будут переговоры, и, возможно, в будущем году уже мы этот дом сумеем взять. — 19Б? — Это небольшой маленький домик. — Это рядом со школой, о которой мы в последнее время часто говорим. — Резные наличники. Да-да-да-да, об этом идет речь. — Я в него каждый день хожу. — Ну, вот вообще там, если вы помните его раньше, да, там еще было очень хорошее окружение. Вот там были чудесные ворота, и там вообще было много домов еще очень красивых. — Не осталось практически ничего. — Он один остался. — Один остался, поэтому очень важно как раз его сохранить. — Ну, а тот объект, который вы вкладывали силы в этом году, это Спасская-38. Это так называемый дом Колбуковых. Да, все верно? — Да. — Это перекресток, соответственно, Карла Липнихта и Спаской, совсем недалеко, рядышком. — Буквально, да, квартал от вас. — От театральной площади, буквально здесь. Давайте про него уже подробно будем говорить через небольшую паузу, полминуты. Нам нужно прерваться и вернемся. — Продолжаем. — Продолжаем. Мария Русинова, координатор проекта «Томс-Соверфес» на Вятке, учитель иностранного языка школы номер 27, и тоже руководитель проекта, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета Елена Кустова. Итак, Спасская-38. — Полностью каменный дом. — Да, не за проблема. — Полностью. Из красного кирпича. — Из красного? — Из красного. — Из красного кирпича, да. Давайте, с чего все начиналось и когда? — Ну, все началось еще в апреле, то есть мы искали дом, по всему городу ходили. К сожалению, там обычные дома такие. — Дайте нам дом. — Да, дайте нам дом. Дома нам никак не давали. А вот есть такой домик, он небольшой, в центре города, привлечете внимание. И вроде у него интересная история. На самом деле, я копался в архиве, и эту историю удалось поднять. — Какого дома года построили? — Удалось выявить год, это год 1861. Отмены? — Крепостного управа. — Крепостного управа. Так что я думаю, что сейчас все запомнят, когда он был создан. Вообще говоря, это оказался самый старый дом в нашем фестивале вообще по России. — То есть мало того, что он единственный каменный, он еще и самый старый. — Да. — И нам сказать, что все будет просто. Вы только возьмете там, смойте краску там, да. Это делается очень просто, да. И вот у вас будет уже готово дом. Мы говорим, ну хорошо, а за месяц мы все сделаем. — А в чьей он, в чем видение, в чьей собственность он? — Это частная квартира. — Ага. — И первый, и второй этаж. — Полностью частный дом. — Да, это частный дом. — То есть контактировать непосредственно с собственниками? — Конечно, конечно, да. — Как они откликнулись? — Не сразу откликнулись. — Он находится в череде выявленных каких-то? — Нет, нет. — У никакого статуса у него нет? — Иначе бы мы не могли бы его взять. — Вы бы пролетели. — Как с хозяевами-то получилось? — Ну, с собственниками поначалу, конечно, были сомнения. — У них пришли какие-то женщины? — Да-да-да, именно дамы. — Не строители, заметьте. — Как это все делать они будут? — И начинают тут про дома Сойера, что-то там, да? — Может, они нашу квартиру отнять? — Да-да-да, но у нас была встреча, мы все рассказали. Немножечко по истории даже сказали, что дом уникальный с одной стороны. И согласились. — А давайте уникальности добавим какими-то фактами. — Ну, дело в том, что там есть ансел-ансамбль. То есть мы сейчас вот идем, и там как бы для нас отдельно взятые дома. На самом деле, четыре дома, которые есть три улицы по улице Липнихта и один, как раз вот в нашей Спасске, да, это усадьба Клабуковых. То есть он был гораздо, на самом деле, еще был больше. К сожалению, не все сохранилось. — Там сейчас органы еще располагаются какие-то, да? — Прокуратура тоже относилась, да. Правда, они вот этот такой был красный кирпичный стиль, они аштукатурили. И сейчас вы его не видите, как он выглядел изначально, к сожалению, да. Но вот это есть тоже некая утрата уже. И кроме того, большой дом, который угловой, хорошо известный, в нем еще располагался в 1912-18 годах Вятский художественный музей. Дело в том, что он раньше находился в первом помещении, он был основан в году 10-м, я напоминаю, да. — Вятский художественный кружок. — Да, и вот ему предоставили, земское собрание дало свое помещение, но сказало, да, через два года, что, извините, как бы вы должны освободить помещение. И вот тогда было по условию, что если они не успеют найти свое здание для музея, то они обязаны вернуть все картины. И они в безумие ходили, вот эти вот тоже энтузиасты входили к администрации, ходили просили купцов, ну помогите вот нам, вот мы такие все бедные, несчастные, мы решили сделать такое благое дело, и нас никто не поддерживает. И вот откликнулся как раз Клубуков, живший вот в этом самом доме, он говорит, хорошо, я вам предоставлю помещение, в частности, вот эти помещения были отданы под экспозицию нашего музея. Вот который угловой большой дом, четырехэтажный. Да, 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 вот этот дом был отдан как раз, и фактически до революции он и располагался в этом помещении. А потом уже пришли большевики, здание было национализировано, и большевики сказали, ну разве это помещение, мы вам дадим отдельный особняк Репины, хорошо известный, и вот так он переехал туда. А там изначально в советский период что и располагалось? В советское время, ну потом там располагался техникум на родах хозяйственные, 20-е годы, потом это здание передали под общежитие железнодорожников, а потом уже там, ну как говорится, что было, то и отдали, а потом уже там располагались просто квартиры. А квартира уже в современной России там началась? Нет, это еще было в советское время. Там люди жили, да, там даже в гостях как-то было. Квартировались, о, когда приходило ощущение того, что это историческое здание. А, ты внутрь заходишь, там никаких ощущений не возникает. Сразу уже накрывает все. Да, конечно. И сейчас это все в частной собственности, да, нескольких семей. Итак, вы пришли весной этого года. То есть вы их все-таки уговорили. Начали общение. Мария, продолжайте. Нет, мы вначале пришли к домику, 29 апреля это было. Еще лежал снег, конечно, такое запустение. Мы постучались везде, где можно, во все двери, никто нам не открыл. Вышли из соседнего дома, ну, немножечко поговорили. Сейчас полицию вызовем. Не-не-не, очень приятно с нами поговорили. Мы им помогли снег раскидать заодно. А тогда в конце апреля, помните? В тюре, в доверие. Удар снежный опять-таки был такой. Да-да, и в конце концов мы узнали, кто владелец. Нашли, оказалось, что, в общем-то, какие-то есть связи. И поэтому... А вот интересно, вы какие слова-то подбирали для общения? Объясните, кто вы, что вы хотите? Вообще, мы когда были в Самаре на школе, нас учили. Как нужно общаться с населением. У нас даже был такой мастер-класс, нас выпустили в город. Нужно же на языке населения этого самого говорить. Да-да-да, сказали, подходите к самарцам, заходите во дворы, общайтесь, узнавайте. Вот мы пробовали это сделать. То есть вы уже тренированные были на тот момент. Но мы же учителя, и, в общем-то, у нас есть опыт общения с людьми. Поэтому удалось пообщаться очень мирно. По возрасту пожилые, молодые, среднего возраста. У меня есть разные люди. Разные, да? Это участники имеете в виду? Нет, это собственники имеете в виду. А участники, жители. Второй этаж – это молодой человек, а первый этаж – ну, не очень молодой, но известный человек. Ага, так. Мария, продолжайся. Объяснили. Объяснили, пообщались, но так мы ни с кем не пообщались именно из этого дома, да, который мы хотели ремонтировать. Не достучались. Не достучались, никого не было. Ну, а мы уже после встречались на нейтральной территории, обсуждали, когда убеждали, говорили, что мы хотим начать такое дело. Вы просто говорили, что вы хотите, горите желанием, и уже что-то показывали. Вот смотрите, как это будет, что мы сделаем. Нет, ничего не показывали, ничего не было. Только все на словах. А что объяснили там, не знаю, мы хотим покрасить, заштукатурить что-то? Ну, вот это, кстати, мы тоже оговорили, потому что один из хозяев сразу сказал, да, что я не хочу, чтобы это было покрашено, чтобы это был именно кирпич. Дело в том, что там было три слоя штукатурки, надо было ее убирать, да, и краску, и надо было как-то укрепить кирпич. Вот это как раз... То есть с годами там просто замазывали новые слои, накладывали? Да, да, там еще был цемент, кроме того, замазан очень было в многих местах. То есть мы вообще об этом не знали, да, мы говорим, ну ладно, мы просто смоем, и хорошо все будет. Разрушение цемента, это же и разрушение кирпича дальше потом. Да, да, да. Очень рискованное занятие, в общем, да. Ну и вот так вот мы ввязались в эту авантюру. Так, когда работы-то начались, из чего они начались? Ну, они начались 27 мая, у нас было официальное открытие. Правда, весь июнь поливал дождь почти каждый день, если вы помните. Мы помним, да, было такое. Но мы как герои ходили там и пытались работать. Но вы уже были не вдвоем к тому времени. Ну, вообще говоря, у нас есть такой состав, скажем, основной, да, это там около пяти человек, да, кто ходил более-менее постоянно. Остальные, может, приходили там раз, два, три, как бы, ну вот, и мы в каждом раз были всем рады, потому что человек, пришедший на объект, там, да, даже на час, он что-то уже реально может сделать. Ну, работа для него, наверное, найдется. А кто этот костяк? Озвучьте, пожалуйста, что это за люди? И как вы их сумели привлечь? Ну, вот, мы с Марией, это, скажем так, два человека. Еще у нас есть такой человек, он был, кстати, в эфире в июле, это Эдуард Филиппов. Он как раз помогал нам смывать дом. Ну, кроме того, наверное, вот человек, который ходил практически каждый день на дом, это Сергей Русских. Он у нас был один строитель на нашем проекте. У него образование строительное. И он, да, он оканчивал наш политех, и, кроме того, он сейчас работает даже как бы по своей работе. И пятый? Ну, был у нас такой еще, был еще Антон Зубарев, он месяц, да, он сейчас уже магистрант-историк. Так что вот, он помогал тоже очень много Сергею. Ну, пожалуй, так. То есть вы вот этой великолепной пятеркой и взвалили на свои плечи всю заботу об этом здании. Так, начали. С чего начали-то ее? Мы начали смывать. Смывать. То есть поставили леса. Не было на тот момент еще Керхера. Он появился. Бойки автоматической. Да, появился 1 июня. Это я точно помню, Филиппов смывал стену. За счет кого появился, за счет чего? Нам дали наши друзья. А, попользоваться. Да, дали попользоваться. И поливал дождь 1 июня. И очень было кстати. Мы поливали, и дождь поливал. То есть вот мы начали смывать. А 20, по-моему, 29 мая у нас был первый день, когда пришли. Много волонтеров тоже под дождем. Там была компания МТС, которая нас, кстати говоря, поддержала сразу же. То есть даже мы еще официально не объявили, что мы открываем там Сойерфест. Они нам написали, сказали, мы будем участвовать. Я, соответствующее, сообщение видел у руководителя филиала нашего МТС, Максима Исаева. Ну, то есть я хочу подчеркнуть, что мы не обращались. Они первые. Они сами проявили инициативу, да? Да, проявили инициативу. И приходили несколько человек. Из этой компании приходили наши друзья. И вот у нас тогда очищали и чистили мы, наверное, еще стену. Только чистили. Ручками? Ручками, конечно. Да, все практически вручную. Наждачечкой? Нет, такие скребки специальные. То есть все, что отслаивается, вы это все убирали? Все, что мы могли достать. До кирпича, да? Да, до кирпича чистили. Сколько на это ушло времени? Ну, потом, конечно, появились все-таки, даже когда появился керхер, к сожалению, он не отмывает полностью кирпич. Потому что есть очень много выемок. То есть надо было все равно вручную доделать многие кирпичи. Вообще говоря, на один кирпич, вот такой трудно, скажем, такой, который для работы, уходил около час. Один кирпич. Один кирпич. Потому что технику, конечно, можно использовать. А где-то мы ее использовали, где-то оно было очень трудно достать. Но фактически он кирпич портит, мы знаем. Вот у него есть такой слой, который сверху более плотный. Если мы его снимаем, то он будет быстрее уничтожаться и крошиться. Поэтому пытались максимально сделать, как нас обучали, бережно к кирпичу. Мы старались. И дышать через раз. Так, дальше как работа продвигалась? Дальше мы все это дело смыли. Смыли, и потом выявили как раз эти огромные утраты кирпича. То есть мы поняли, что в многих местах он просто крошится. Где-то он уже искрошился, где-то там просто такие вот огромные, скажем, дыры замазаны цементом. И мы это все убрать-убрали. Надо было это все дело заделывать. И вот как раз была проблема, а где взять. Но мы хотели, опять же, чтобы было максимально исторично это выглядело дома. Найти кирпич именно того времени. И желательно того же размера. Ну, а это была проблема того же размера найти. Потому что делали кирпичи все. Тогда ГОСТа не было, да. Тогда делала каждая. Каждый по-своему. И у нас уже был такой конкурс объявлен как раз на нашей страничке. Найди кирпич. Как раз. Найди кирпич. Нужно нам по размеру. Мы дали кирпич. Нет, ну, один из друзей у нас с филейки привез, например. Там какие-то старые какое-то здания. Он живет на филейке. Он нашел там. И сказал, я привез вам кирпичи. Давайте проверим. А где нашел? Он что-то разобрал? Нет, ну, там какие-то старые, видимо, здания. Может быть, тоже какие-то заброшенные уже. Может быть, нежилые. И вот он оттуда привез три кирпича проверить. Не подошло? Не подошло. Не подошло. И великоваты оказались? Да. Были велики. А в итоге где все-таки нашлось? Ну, нашли прямо в центре города. Я просто обратила внимание, что из нашего благородного собрания вывозят КамАЗы кирпичей. Я уже позвонила Маше. Маша, посмотри-ка. Я думаю, что просто это как-то будет использоваться. Благородное собрание — это перекресток Ленина и Спасской. И Спасской, да. Ну, там просто такой ремонт, мы знаем, очень жесткий был, поскольку фактически там были разобраны целые стены. Причем кирпич был очень хороший, но тем не менее, вот он был выброшен фактически. И вы что, КамАЗ остановили? Стою? Нет. Ну, там много было. Ну, этого же вот Ваня Смоленцев, который привез филейки кирпичей, ему прямо позвонилось утро, говорю, Ваня, надо. Он сказал, ну, хорошо, поехали. И мы приехали, взяли детей, волонтеров, работали у нас. И вот мы насобирали сколько могли. Наверное, кирпичей 200 мы вывезли. А сколько нам это было? Ну, потом еще раз приезжали, да, уже другой команды. Ну, вот по итогам у нас получилось где-то около 300 кирпичей. Мы были в домик. Не так уж, не так уж. Ну, это как тебе сказать, если руками их носить? Нет. Дело-то в том, что мы вывезли. Штук, количество. Нет, мы их вывезли-то вывезли, а может быть, они не все в итоге оказались хорошими, когда мы их очистили и так далее. Но 300 кирпичей, у нас где-то около 300 кирпичей вот в домике в нашем сейчас новых положено. Все это на растворчик вы туда? Да, конечно. Все это тихонечко туда, все это вот сюда. То есть в итоге кирпичи получились практически из той же эпохи? Да, ну, чуть-чуть раньше. Они даже чуть раньше. Да, чуть постарше. Чуть постарше, да. Такое воссоединение эпох получилось в результате такой работы. Мы подобрались к очередной рекламной паузе. Давайте на минуту прервемся и продолжим. Ну что, возвращаемся на Томсуэр-фест. Подводим итоги, так сказать, первого сезона работы наших волонтеров. Мы как раз поговорили о вот этой системе. Я просто читаю, там вы сказали, там очистили кирпичи. Я смотрю, так вы гораздо больше всего делали. Это же терминов таких, не знаю, гидрофобизация и кирпичные кладки. Вы все это делали? Да, да, да. Окрепление, грунтовка и так далее. Мы, кстати, очень много новых слов узнали. Например, слово «вычинка» — это вот когда доставать кирпичи и класть новую кирпичинку. Вот это я понял, чтобы вы «вычинкой» занимались. Я тоже слышал это слово. Вот дальше я стал смотреть, я думаю, я вообще не понимаю. Вы вроде как бы столько узнали, видимо, пока делали. Очень. Так, у нас 10 минут остается. Я понимаю, что мы... Про гидрофобизацию не будем говорить, да? Про гидрофобизацию — это, видимо, водоотталкивание. Да, да, да. Воды проникновения. Хорошо, вот кирпичи эти все сделали, порядка 300 штук. Что дальше? Система водостока, потому что вообще проблема была в том, что кирпич портится от того, что течет вода постоянно. Там в крыше были большие дыры, там и так далее. И, в общем, там, например, он был размыт весь кирпич из-за воды. И как раз мы сделали два стока. Там один неорганизованный, с боковой стадины, да, и организованный впереди. И крышу немножечко перекрыли. Еще и крышу немножко перекрыли. Ну, там, в отдельных местах, где там были дыры большие. По крайней мере, до капремонта должна дожить. А когда капремонт? В 19-м? Ну, по-моему, даже попозднее там. В 2019-м? Нет, по-моему, позднее гораздо, в 20-х годах. Но все-таки надеюсь, что наш ремонт поможет. А какие еще работы? Ну, кроме того, что мы еще покрасили цоколи. Дело в том, что у него был безумный какой-то розовый цвет немножко. Видимо, какая краска осталась, такую использовали. Ну, ее искали бегать по городу, но лучше его не нашли. И, кроме того, еще были выделены декоративные элементы. Тоже были большие споры, надо или не надо их потерять. Ну, нам объяснили, что это не стиль красно-крепичный, где это обычно не выделялось раньше. А все-таки это классицизм серийного 19-го века. И вот он более, скажем так, оправдан именно с этими элементами. Все? Или еще что-то? Ну, наверное, все, да. Давайте сейчас поговорим о тех людях, организациях, которые участвовали. И как вы с ними взаимодействовали. Ну, в первую очередь, конечно, это, вот если брать по суммам, да, главная сумма, это фонд «Внимание», это Илья Барламов. Какая сумма? 100 тысяч. 100 тысяч, да, да. Ну, общий, как бы, фонд у нас получается около 170 тысяч, то есть большая часть как раз это из фонда Барламова получается. Нам, сразу скажу, что нам очень повезло, что буквально, когда еще он не был даже озвучен в СМИ, да, как бы нам сказали, что вот есть такой фонд, можете подавать заявки. Мы попали вот буквально в первые пять проектов, которые он тогда стал собирать деньги, иначе мы просто бы не успели проект наш закончить, если бы деньги были бы чуть-чуть позднее бы собраны, да. Вот, конечно, Илье огромное спасибо за его общую идею, вот, надеюсь, что, возможно, в будущем нас тоже поддержат. А кто из кировских? Из кировских, как я сказала, МТС, Леруа Мерлин. Леруа Мерлин. Помогли нам материалами. Присоединился к нам Дмитрий Журавлев и его фирма «Кировпромбезопасность». То есть он нам помогал тоже очень и какими-то советами. Организационно, технически, да, то есть какие-то механизмы и приборы. Нет, ну, скорее так, дело в том, что он занимается тем, что оценивает состояние здания, да, тут нам тоже мог что-то подсказать. Подсказать именно конкретно, да. Так, еще. Ну, наши друзья, кофе и книги, кофейня мы у них пили. Безусловно. Ну, так там и кофе. Эдуард сам работал, я понял так. Ну, Эдуард, да. Кто еще был у нас? Фирма «Садовник». У нас не было шланга большого, длинного, чтобы смывать перфером все это наш фасад. Шланг был предоставлен. Ну, это, в общем-то, все друзья, получается, наши. Это вот мои ученики, когда-то я их учила, и получилось. А, я просто хотел уточнить, как вы их находили. Вот сейчас получил ответ на этот вопрос. Да, вот так случайно. Так или иначе помогали друзья. Ну, это не случайно, на самом деле. Не зря, что вы их учили. Хорошо учили, значит, остались в душе своих учеников. Наверное, кто еще? Последние заказывали торт на закрытие нашего фестиваля. Да, закрытие, напомним, было в минувшую субботу, получается. То есть, 27-го начали, 27-го закончили у нас такие даты. Итого полгода ровно. Пять месяцев. Ну, пять месяцев, да. Я просто от апреля считаю. Да, от конца апреля. Вот делали нам Rotary Club, помогали это делать. Наверное... Ну, наверное, все. Наверное, все, да. Ну, нам хватило. На маленький домик наработаться и, по крайней мере, что-то сделать. Сейчас есть на что посмотреть, да. То есть, как бы не просто наработали сейчас. Пройти мимо, посмотреть, это все сделано вашими руками. Ну, не только. Я думаю, что мы вдвоем, да. Много было волонтеров. Сколько было у нас? 65 человек примерно, да? Которые... 69. Приходили, участвовали. И потом новые приходили, участвовали. Да, вот я думаю, что для каждого из них уже этот дом не будет чем-то таким, знаете, в городе случайным. Да, вот уже, по крайней мере, и они, и их семьи уже знали, да, о том, что вот, по крайней мере, какую-то часть своего труда и сердце они в него вложили. Думаю, что это очень важно. Вообще, этот проект, знаете, кто-то сказал, это не о домах, это о людях. И, наверное, одна из самых главных целей этого проекта из микросознания людей, отношение их к своему городу. Вот, наверное, эту бы идею, наверное, надо и завучить в первую очередь. А городская власть, вы к ней обращались? Ну, дело в том... Или они так, за пределами вашего внимания были? Нынче за пределами. За пределами. А вообще, администрации участвуют? Ну, они только, мы утверждали проект. Мы должны были утвердить проект, то есть просто так мы не могли делать. А в управлении градостроительства и архитектуры мы проект утверждали. Хотя в других городах... А проект кто создавал? Проект делали наши друзья. Тоже, да? Ну, у нас хорошая история с тобой, потому что там есть очень разные ребята, которые умеют делать разные вещи. Во поводу администрации, конечно, скажу, что в разных городах администрация поддерживает. Причем там, порой, бывают очень приличные суммы. Это несколько сот тысяч рублей. Прям выделяются, да? Более того, был премьер, наверное, в этом году беспрецедентный в городе Нижнем Новгороде, когда мэр этого города, молодой мэр, да, такой очень активный, он очень поддержал от души этот фестиваль. Он сказал, знаете, вот у нас, вы сами знаете, у нас нет в бюджете денег на это, я выделяю своих 650 тысяч рублей. То есть своих личных. Своих личных. И он этот дом потом, ну, как-то, видимо, передал в аренду этим ребятам, чтобы они там сделали какой-то культурный центр. Это историческое тоже здание, да? Да, да, которое было тоже под снос, фактически его должны были снести, но они его спасли благодаря деньгам вот этого мэра. То есть они его отреставрировали, и потом теперь они там еще и могут работать. Ну, это, конечно, хорошо. Это просто шаг. Так мэра 650 тысяч, но я думаю, что нам злобыхатели тоже нашлись. А откуда это у мэра 650 тысяч? Нет, вот был урбан форум недавно, да? И вот руководители города, они говорили о том суверфесте не о вятском, ну, а в принципе, как о проекте, который нужно поддерживать. Как общественная инициатива, которая, хорошая общественная инициатива. Может быть, они узнают о том, что и у нас она, эта инициатива есть, и каким-то образом поддерживает. Не просто есть, а уже отработанная инициатива уже с готовым проектом, с готовым продуктом. Ну, а жители этого дома, сообщения, с которыми вы все начинали, они как-то отзываются о вашей работе? Ну, вот у нас было два домкома, мы с ними общались, конечно, они благодарили нас. Девочки, спасибо огромное. Им понравилось просто так вот по-человечески, когда они увидели все, что делали. Да, да, потому что, нет, надо помнить то, что это было до этого, да, это был такой дом очень обшарпанный, я вообще его не помню, по правде говоря, потому что он был настолько безликим, этот дом, да, сейчас все проходят на него, внимание прощает, там еще была такая белая стена, надпись, да, на нем была ужасная такая вот. То есть фактически это был, знаете, вот такой очень убогий дом, нас все спрашивали, а когда же вы его будете сносить, когда мы работали над ним, прошу, вот думаю, что это тоже очень важный итог, вот то, что мы хотя бы маленький кусочек города сделали лучше. Ну, вот еще, кстати говоря, мы не упомянули о табличке, которую мы... А мы ее, как говорят, на закуску готовили. Ну, ладно, раз уж начали. Давайте, у нас 4 минуты доказали. Как раз нормально, да. Из обломков Александровского собора, да? Да, есть у нас... Это доказуемо или это... Это абсолютно доказуемо, есть у нас художник, такой каллиграф Андрей Дриченко. Есть такой, да. Вот он вручную делает табличку, то есть он нашел этот камень на театральной площади, ну, остатки, да, камня Апока называется. Это такой наш местный камень. И одна из букв в него сделана из Апоки, да, из Вятской азбуки вот этот проект. Ну, и вот эта табличка, она тоже такой, ну, некий символ того, что вот история у нас все-таки сохраняется каким-то так или иначе. Ну, в целом сейчас вам хочется отдохнуть, хочется такого умиротворения или вы за прошедшие месяцы настолько уже сроднились с этим со всем, что труба зовет, что называется. Но вы говорили, да, что уже переговоры хотите провести. Ну, более того, у нас еще есть идея, более того, уже начать работы зимой, потому что есть ребята, они говорят, а что мы будем делать, мы же уже не можем без работы. Зима-то суровая, в Самаре чуть помягче все-таки. Нет, дело не в этом, дело не в этом, если мы берем дом деревянный, там резьба, резьбы, очень большие утраты, да, вот этого дома, МОПР-19Б, мы уже его смотрели. То есть, в принципе, можно как раз вот эти элементы декора сделать за зимой, если мы сумеем купить. А, в мастерской работать, да? Да, купить инструмент, купить вот что-то там необходимое для того, чтобы и работать уже с дерева. То есть речь идет о том, чтобы восстановить прямо... Резьбу, которая была утрачена. Ну, ее можно будет в любом случае восстановить. Восстановить. То есть, то, что там есть, мы оставляем, а вот элементы, которые утрачены, их попытаться восстановить. Утрачены элементы, да. То есть, в том же стиле, в тех же размерах, из нового дерева, это все вырезать. Так что, думаю, что зимой работа продолжится. Специалисты такие есть, безусловно. А у нас есть в городе, это, конечно, Геннадий Яковлевич Лопатин. Он согласен с нами работать вместе, потому что, я думаю, с таким вот мэтром этого дела, что у нас все получится. А вообще, вот эти вот какие-то, ну, не знаю, фотографии этого дома, где еще в целом виде все это есть, не сохранились? Да, мы про 19. К сожалению, вот мы искали планы, искали фотографии. Вот пока не удалось найти, но работа тоже такая будет вестись. И по истории. Кстати, вот когда мы занимались домом, мы тоже изучали историю этого дома. Да, чтобы это не было просто стены. То есть, эти стены должны быть все-таки с историей. Вот у меня есть знакомые, которые жили в этом доме. Опять же, совершенно случайно это обнаружилось, когда мы работали на домике и приходили мимо эти друзья мои. И как, что дальше вы будете делать? Мы сказали, вот хотим этот дом взять. Так а мы там жили, когда-то сказали они. И, возможно, вот у них остались какие-то, ну, не какие-то, абсолютно точные воспоминания. Может быть, фотографии остались, да. Потому что, конечно, хотелось бы посмотреть, как это именно было бы. Так что, вполне возможно, что в следующий теплый сезон вы тоже будете в этой работе, да? Ну, пока не планируем. Абсолютно точно будем. Абсолютно точно, да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как с вами связаться? Я думаю, что этот эфир, эта программа не пройдет зря. И много неравнодушных людей нас слушают. И захотят они с вами связаться. Как с вами связаться? Нет, если, безусловно, они позвонят в нашу редакцию, то мы подскажем ваши координаты. Ну, вот сейчас можете озвучить. Какие это может быть? Ну, у нас есть группа ВКонтакте, так и называется TomSurfies на Вятке. Вятка, Вятка. Вятка, да. То есть... Ну, вот все нормально совершенно. Я думаю, даже что можно звонить в Клуб Мир. Фактически мы тоже с ним связаны. Историко-кринический Клуб Мир. Они подскажут. То есть найти вас несложно. Ну что, удачи вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, и так как я живу с МОПР-19, то, наверное, можете присоединиться. Очень будем рады. Очень будет удобно. Да, кого-то еще увидеть. Хорошо, спасибо большое. Руководители проекта TomSurfies на Вятке Мария Русинова и Елена Кустова. Елена, доктор исторических наук. Профессор кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета. Мария, учитель иностранного языка школы номер 27. Ученикам вашим привет можно передать, да? Спасибо. Да, хорошо. Всего доброго. На этом мужской понедельник завершен. Николай Голиков. Владимир Сметанин. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что же предложить послушать нашим уважаемым слушателям через 20 минут. А через 20 минут у нас будет, простите, пожалуйста, запамятовал особое мнение. Естественно, в 13.05 начало. И сегодня у нас в гостях руководитель фракции «Справедливая Россия» в ОЗС, замгенерального директора Кировского молочного комбината Федор Сураев. До свидания.